МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При условии софинансирования стало известно, какие бийские дороги планируют капитально отремонтировать в следующем году. В зрительном зале не было свободных мест. Бийский хор, заслуженный коллектив России, отпраздновал свой юбилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезные ДТП на трассах и перебои с графиком выхода автобусов. В нашем регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. По сообщению главного управления МЧС по Алтайскому краю, в нашем регионе временно ограничено движение на автомобильных дорогах Олейск-Черышское, Змейногорск-Рубцовск и также Поспелеха-Курья-Третьяково. Что касается нашего города, все направления Избийска открыты. Но это только пока. Все может измениться в любую минуту. Автобусы ходят с большими перебоями из-за многочисленных аварий на трассах. Фото ДТП и общие картины выкладывают и пользователи интернета. По сообщению оперативного дежурного ГОИЧС, сейчас на дорогах по направлению Биск-Барнаул и Биск-Горно-Алтайск есть сильные переметы. На этих участках работает техника. И возможно, что уже ночью движение на этих направлениях будет ограничено. Также автомобилистам Алтайского края настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок. По прогнозу синоптиков, такая погода в нашем регионе продлится еще несколько суток. Бездействие коммунальных служб добавляет работы автомастерским. Отвратительное состояние дорог в очередной раз стало причиной аварии. ДТП произошло на одной из центральных улиц города. Если колея не срезается даже на Васильево, то что говорить об остальных дорогах? В целях обеспечения своевременной очистки автомобильных дорог дорожными предприятиями организовано круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью. Об этом глава администрации заявил при губернаторе на заседании краевой комиссии, посвященной безопасности дорожного движения. По его словам, в городе работают 50 единиц техники. И вот теперь встречный вопрос от жителей города. Где конкретно работают эти бригады, которые никак не приведут дороги Бийска в надлежащее состояние? Тем не менее, некачественно очищенная проезжая часть стала причиной дорожно-транспортного происшествия. На записи с камер сотрудника видно, что иномарку выкинуло из колеи. Машину понесло на трамвайные пути, и только рекламное ограждение ее остановило. Авто заблокировало проезд трамваю. Однако неравнодушные бейчане пришли на помощь водителю. Все вместе вытолкали иномарку обратно на проезжую часть. И в продолжении темы стало известно, какие бийские дороги отремонтируют в следующем году. Предварительно в список включены 6 участков. Судя по прогнозному плану, новый асфальт появится на улицах Ломоносова, Матросова, Пугачева и Чайковского. Также дорожная техника будет работать на улице Пригородной в границах от остановки Леспромэкспорт и до поселка Новый. Обновится и участок от переулка Мопровский до проезда Кирова. Общая стоимость такого ремонта обойдется в 120 миллионов рублей. Городской бюджет такую сумму не потянет. К ремонту обозначенных участков приступят только при условии софинансирования из Дорожного фонда Алтайского края. Напомним, в этом году на ямочные капитальные ремонты было потрачено более 70 миллионов. Капитально отремонтировали 4 участка. Неделя на устранение недочетов. Масштабная стройка инженерного гидрозащитного сооружения завершена. Однако без замечаний со стороны проверяющих органов не обошлось. Также готовность дамбы лично проверил губернатор Алтайского края. Во время рабочего визита стратегически важный объект Александр Карлин посетил первым делом. Три дополнительных месяца понадобилось подрядчику, чтобы закончить строительство дамбы. Проект предусматривал ровно два года на возведение инженерного сооружения. А это значит, что еще в сентябре работы должны были завершиться. Однако этого не произошло. И такой исход событий оказался предсказуем. Если первое время жители наблюдали активную деятельность на объекте, то этим летом стройка заморозилась. Стройка инженерного сооружения не была заморожена. Она производилась. В принципе, многие бейчане, наверное, отметили, что в какой-то период проводилось пассивно. На самом деле, в этот период подрядчик накапливал камень для отсыпки дамбы. Конечно же, администрацию города и края не устраивали такие темпы. По виду того, что данный объект возводится под контролем губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина, с подрядчиком были проведены определенные переговоры. Подрядчик, на самом деле, добросовестный. Он отреагировал на замечания властей. И работы по сооружению инженерной защиты, так сказать, были активизированы. После замечаний со стороны краевых и городских властей, тяжелая техника опять появилась на инженерном сооружении. Правда, на календаре уже был октябрь, и срок сдачи пришлось передвинуть. Строители начали работать круглыми сутками, чтобы поставить точку в этом деле как можно быстрее. Со строительством дамбы, она завершена уже, надежно защищено население в количестве 5000 человек. И город получил, по сути дела, очень достойную площадку для своего развития на ближайшие 10 лет. Для строительства жилья современного, для строительства объектов социально-бытового, культурного назначения. На прошлой неделе качество постройки проверяла рабочая группа. В сторону подрядной организации прозвучало ряд замечаний. До 1 декабря строители должны устранить все недочеты. Перед этим будет предшествовать получение заключения государственной инспекции на соответствие построенного объекта проектной документации. После этого будет подписано разрешение на ввод и объект оформлен в муниципальную собственность. Но объект прохождения паводка 17-18 годов готов в полном объеме. Строительство защитного сооружения обошлось почти в 450 миллионов рублей. Это деньги из федерального, краевого и городского бюджетов. Дамбубийск ждал почти 20 лет. Возможно, прождал бы еще столько же, если бы не наводнение 2014-го и тысячи пострадавших и оставшихся без крова. Как говорится, не было бы счастья. Анастасия Исаева, Андрей Сигаев, Будни. Уже 82% школ нашего региона перешли на обучение только в первую смену. По плану Министерства образования до 2025 года все школы страны должны перейти на такой режим. Как это сделать, не просто сохранив качество образования, но и повысив его эффективность, сегодня решали наши педагоги. В Наукограде состоялись общественные слушания Бийского образовательного округа. Участие в них приняли и специалисты краевых образовательных учреждений. Крупное мероприятие прошло под председательством начальника краевого управления, который в целом положительно оценил работу бийчан. Я в Бийске работаю со вчерашнего дня. За это время посетил все ваши учреждения среднего профессионального образования. Сегодня с утра два детских сада и две школы. В целом мы оставили очень благоприятные впечатления, особенно те педагоги, которые в них работают. Очень такие талантливые, самоотверженные люди, на которых, по сути, держится система образования не только Бийска, но и Алтайского края. Краевые специалисты познакомились с работой бийских инновационных образовательных площадок. Опыт наших педагогов, возможно, будет внедрен по всему Алтайскому краю. Перевод школ в так называемый эффективный режим функционирования сегодня задача приоритетная. Как считает доцент Людмила Шкуркина, ее можно достичь, если грамотно объединить западную и советскую системы образования. Что такое эффективная школа? Обращение к теме обусловлено тем, что стало расти число школ с низкими образовательными результатами и часто работающих в сложных социальных условиях. Наш президент обращал внимание на то, что недопустимо, чтобы было социальное неравенство, разный доступ к качественному образованию. И, наоборот, ориентировал на то, чтобы было доступно решение любой потребности учащихся, независимо от социального статуса семей, состояния их здоровья, других каких-то индивидуальных особенностей. 45 лет на сцене. Бийский хор, заслуженный коллектив народного творчества России «Голоса Сибири» отпраздновал свой юбилей. «Голоса Сибири» Бийский хор объединяет порядка 40 человек разного возраста и разных профессий. За последние годы в него пришло много новых молодых исполнителей. В копилке у заслуженного коллектива России множество наград. С городских, краевых, региональных, российских и международных конкурсов и фестивалей в области искусства. Руководит коллективом Валентина Шпак. В честь юбилея творческий коллектив подготовил большую праздничную программу. Концерт длился больше двух часов. Зрительный зал был полный. Люди сидели даже на ступеньках в проходах или вовсе стояли. В зрителе можно не сомневаться, зритель всегда есть. Конечно, в основном это зритель возрастной. И хотелось бы видеть в зрительном зале больше молодежи, детей, потому что это наши последователи. И нам, как никто другой, мы обязаны притворять в жизнь наше русское народное творческое наследие. А уже в эту субботу, 26 ноября, в городском дворце культуры выберут самую счастливую пару. Там пройдет конкурс «Счастливы вместе». Генеральная репетиция на большой сцене уже состоялась. Ой, ну мы очень волнуемся. Очень волнуемся, очень много репетируем, очень стараемся, очень хотим красиво и достойно показать все свои номера. Вы репетируем и дома, и в ГДК, и во сне, и наяву. Где ваша половина? Где ваша половина? Что она там делает? Статьте всех вместе. У вас финал будет следующий. Так, все слушаем меня, слушаем. Конкурс семейных пар «Счастливы вместе» в нашем городе состоится уже во второй раз. Здесь участвуют бейчане, прожившие в браке больше трех лет. Кто пройдет финал, определили на кастинги, который состоялся накануне. Сейчас идут репетиции. Шоу-программа, которая состоится 26 ноября, будет очень насыщенной. Участников ждет несколько номинаций. Визитка, импровизация, дефиле в образах киногероев и «Однажды вы». Главный приз – бесплатная организация и проведение семейного праздника. На этот раз в борьбу вступят семь пар. Наш конкурс уникален тем, что он проходит второй год уже подряд и собирает самые уникальные семьи. У кого-то много детей, у кого-то интересное увлечение, у кого-то просто интересная судьба и история развития семьи. Поэтому я думаю, что нашим участникам есть о чем рассказать вам, дорогие друзья. Ждем всех 26 ноября в 17.00. В Бийске состоялся первый семейный фестиваль скалолазов. Причем вершины покоряли не профессионалы. На старт вышли любители. Мамы, папы, их дети. Не удержалась от соблазна почувствовать себя альпинистом даже бабушка. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Всем желаем сегодня успехов. Ну и соревнования официально считаются открытыми. Ура! Болдеринг – вид скалолазания, не ограниченный строгой вертикалью одной трассы. Это серия коротких сложных маршрутов, которые необходимо преодолеть спортсмену. Сегодня в Бийске этот вид спорта только набирает свои обороты. Были соревнования среди профессионалов. И вот впервые покорять скалодром вышли семьи. Ну, ну, быстрее! Как у меня отлично поваривали, ну вот так и тебя. Ого, тяжелая вот такая работа. Вообще удивляет семьи, их количество, какие они дружные, как они это все проходят, как помогают друг другу проходить. И была одна семья, которая очень удивила. Они пришли первыми. Заходит один человек, второй человек, третий. Их семь человек пришел участвовать в нашем фестивале. Правда, трое из них были болельщиками. Участвовали трое детишек из этой семьи и бабушка. Она прям показала очень хороший результат. Трассы простые, и пройти их мог каждый. Особая подготовка не требовалась. Родители охотно соглашались покорять скалодром вместе со своими маленькими спортсменами. Так Ирина Щегрева благодаря своему сыну Тимофею не только впервые себя попробовала в болдеринге, но и благодаря его подсказкам отлично справилась с заданием. Здорово. Мне в принципе нравится то, чем занимается мой ребенок. И была такая возможность приобщиться немножко к этому. И мы с удовольствием приняли участие. Для победы каждой семье необходимо было преодолеть 14 раз. Время ограничено. Всего два часа. Одно из условий фестиваля – единый стиль команды. Кто-то пришел в одинаковых футболках, другие же специально подготовили костюмы. Светлячок – это божья коровочка у нас. Эта идея была наших друзей, которые нас сюда пригласили и предложили выступить в костюмах. Пальму первенства на этом скалолазном фестивале оспаривали 15 семей. По итогам соревнований победителям в категории «Спортсмены» первое место завоевала семья Тоскиных. А в категории «Любители золота» у семьи Фатеевых. Светлячок же и божья коровка взяли серебро. Елена Колдачакова, Иван Диаблицкий. Будни. И о погоде. Завтра, 25 ноября, в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, атмосферное давление высокое. А влажность воздуха будет высокой в утренние часы и поздним вечером. Магнитосфера возбужденная. Постарайтесь не напрягать себя. Температура ночью минус 12, минус 14, днем от 10 до 12 градусов мороза. И это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю отличного завершения этого вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин